Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим. Вы смотрите канал The Quays. Крайний раз я выходил со своими видео две недели назад. За это время у нас произошли выборы в Америке, произошли еще несколько интересных событий и я хотел бы вставить свои 50 копеек в обсуждение всех этих тем, а заодно задать вопрос своим зрителям. Начнем с самой важной темы – выборы. Победил Байден. Результат достаточно прогнозируемый, если вспомнить весь 2020 год. Демократическая партия немытьем так катанием расшатывала общество в Америке, устраивала и финансировала различные акции протеста, запустила все возможные рычаги воздействия на население через СМИ. И Байден победил. Первое, что он сделал технично достаточно, у него хорошая по ходу команда, обратился к нации о том, что хватит раздробленности, необходимо консолидироваться. Нету республиканцев, нету демократов, а есть американцы. Очень такая хорошая тема вот этого звания. Трамп фактически что? Ну, вынужден сейчас играть в ту игру, которую он начал, всячески отрицая, что он проиграл. Ну, так или иначе, ему придется в январе месяце Биодом покинуть. Сможет ли он что-то сделать радикальное за оставшиеся полтора месяца, это вряд ли. Может быть, от силы примет несколько законов каких-то, которые следующая администрация уже будет отменять. Что ожидать от Байдена? Вот это очень интересный вопрос. Очень интересным образом совпала, ну, выборы и победа Байдена с заявлением компанией Pfizer о том, что у них готова вакцина, и сейчас спешно проходит сертификация этой вакцины. Я думаю, что как раз инаугурация и сертификация совпадут чудесным образом, и, соответственно, вакцинация начнется в январе, и Байден, как Д'Артаньян на белом коне, будет единогласно провозглашен спасителем Америки. А все косяки за эпидемию будут списаны персонально на Трампа и на его администрацию, как на людей, которые не способны были справиться с эпидемией, которые разрушили экономику США и так далее и тому подобное. Всех собак спустят на Трампа. Вот тут очень интересный вопрос возникает. Я просто вкратце расскажу положение текущее в Америке реальное, а, соответственно, потом еще послушаю ваши комментарии, ну, вернее, почитаю ваши комментарии. У нас сейчас все достаточно плохо стало. То есть с июля месяца, я обратил внимание, у людей, у которых был доход в пределах 2,5-3 тысяч долларов, у них денег не стало. То есть, видимо, прекратились вот эти выплаты пособий, помощи и так далее, и у людей фактически денег не стало. Вот. Народ сейчас денежки экономит. В чем это выражается? Я вот, например, наблюдал, как раньше люди тарились в магазинах, там эти леди были просто вот сверху просто вот. Сейчас люди очень по-скромненькому даже продукты питания берут, ну, то есть берут самое необходимое, но уже без таких вот американских излишеств. Не вижу я особого ажиотажа по поводу сезонных распродаж в ноябре, этих всех черных пятниц и так далее. И я еще обратил внимание, что очень многие позиции стали исчезать из магазинов. Вот. Ну, это понятное дело. То есть, Трамп устроил войну с Китаем, поставки ухудшились, цены на некоторые виды товаров тоже, соответственно, начали расти. Не могло это не ударить по ритейловым сетям. Но исчезают инструменты какие-то, исчезают какие-то расходные материалы. То есть, начал образовываться дефицит. Вот. То есть, вполне нормальный такой дефицит. То есть, я вот пошел покупать двухкомпонентную эпоксидную шпаклевку для своей машины, то есть, для восстановления эвминации и не обнаружил этой шпаклевки. Мне сказали, что вот остатки ее есть там в двух магазинах, куда достаточно не близко ехать. Отдел, который там занимается помощью покупателям, сказали, что у них нет данных о ближайших поставок. Вот, этой позиции. Ну, и так с людьми пообщался тоже. Люди сталкиваются с тем, что какие-то позиции стали исчезать. То есть, дефицит начал образовываться. Вот. Плохой такой знак. Очень плохой. Многие виды бизнеса здесь сейчас у нас находятся в жопе. Вот. Кто на плаву? Ну, я знаю, сто процентов тратили на плаву. То есть, люди, кто занимаются грузоперевозками. У них пока сейчас все нормально. Одестика работает. Контракты подписаны. Товар нужно возить. Хоть у тебя большой грузовик, хоть маленький. То есть, доставка грузов и товаров пока еще живет. Неожиданно оказалось, что у людей, кто занимается ремонтом и стройкой, тоже все нормально. То есть, тоже невзирая на вирус и на кризис. Определенный класс людей, у которых есть деньги в США, срочно стали эти деньги вкладывать в недвижку и в покупку земли. Поэтому цены на недвижку и на землю не упали, а наоборот чуть-чуть поднялись. Общался с риэлторами. Если хорошее предложение по домам, оно буквально вот дом выставляется на продажу. Один-два дня максимум дом покупается. То есть, люди вкладывают деньги в недвижимость, спасаясь девальвации доллара. И, соответственно, купив дом, сразу же там начинают ремонтные работы. Пока, видимо, есть возможность. Пока люди, видимо, считают свои деньги, пока деньги еще имеют покупательную способность. То есть, сразу же это идет ремонт, реновейшн и все прочее. То есть, строительный бизнес сейчас цветет и пахнет. Все нормально у ребят, стройкой занимается. Вот эти позиции я сейчас вижу, то есть, два вида бизнеса. Они в Америке сейчас работают. Конкретно в нашем штате нет такого жесткого карантина. Не знаю, как в других штатах. Но, опять же, я не вижу вот столпотворения в различного рода салонах, которые предлагают услуги, сервис. То есть, народ стал попряжи мистей. Нет свободных денег на всякую блажь. И я думаю, что и в 2021 году народ тоже самое будет денежки экономить. То есть, основная сейчас ценность для американца – это наличные бабки. Вот. Еще общался с людьми, которые предлагают паралеграфские услуги, ну, как бы, околоюридические. И очень востребовано оказалось оформление банкротств. То есть, народ сейчас оформляет банкротство сплошь и рядом. Это очень востребованная услуга. И люди банкротятся, причем даже с небольшим количеством долгов. Вот. Сказали мне, что приходят люди, которые хотят начать процедуру банкротства, у которых там задолженность порядка там 5-6 тысяч долларов. И уже люди готовы на это банкротство подать. То есть, вот даже так. Вот даже так. Следующий вопрос моей аудитории. Я знаю, что меня много людей смотрят из регионов. Я, к сожалению, давно в России не живу, но так общаюсь со своими знакомыми. Но у меня круг моих знакомых в основном живет в Москве и, не знаю, в Санкт-Петербурге. И там, как бы, понятное дело, до последнего эти два города будут держаться. Вот. Ну, мои знакомые обратили внимание, что в Москву очень много нахлынуло людей из регионов, кто пытается хоть как-то заработать там таксованием, еще чем-то. То есть, каким-то образом хоть что-то заработать. Видимо, в регионах с деньгами совсем плохо. Поэтому хочу задать вопрос своим зрителям. Что у вас в городе происходит вообще с работой конкретно сейчас, с деньгами, со сбережениями? Какая вообще ситуация? Насколько все плохо? И какие у вас ожидания на ближайшие месяцы этого года и на следующий год? Вот. Какие ожидания здесь в США? Я могу сказать. Начало года двадцатого Трамп раздал всем вертолетные деньги и подписал несколько хороших законов, достаточно неплохих, о том, что если у вас есть задолженности по оплате жилья, с вас не могут эти задолженности требовать и не могут вас выселить. В принципе, это позитивно. Вот. Вопрос, что будет происходить, когда эпидемия официально будет признана законченной? Каким образом тогда будут работать банки, коллекторы и как эти задолженности будут взыстиваться? И как вообще будут не списываться, не списываться? То есть, что будет происходить? Это очень интересный вопрос. И вот эти вертолетные деньги, это, естественно, просто включили печатный станок и напечатали этих вот лишних бумажек, ожидая, что народ будет их тратить. Да. До июня месяца народ эти деньги тратил. Куча примеров общался с американцами, которым выгодно было сидеть дома и получать пособие и не работать. Для них это было выгодно. Сейчас, видимо, пособие прекратили платить и у людей денежки закончились. Вот. Будет ли банки раздавать деньги? Очень большой вопрос. Но, что в Америке? У нас конец года, начало январь-февраль. Люди подают налоговую декларацию и, соответственно, очень изрядная часть населения просто ждет возврат налогов. То есть, очень много людей, которые не платят налоги дяде Сэму, а, наоборот, получают деньги назад. Если у вас ваши расходы превышают ваши доходы, то вы назад можете получить там чек на 4-5, кто-то даже 6 тысяч долларов учитывается получать назад. Да. И таких людей все больше и больше. Вот. То есть, у людей отрицательный доход. Наверное, значит, люди будут рассчитывать на эти деньги. Будут ли какие-то дотации, я сомневаюсь, что Байден будет раздавать деньги налево-направо. Но какой-то перезапуск экономики все-таки его администрация попробует предпринять. Потому что, если этого не сделают, то очень плохая будет ситуация. Вообще, для всех. И даже если будет сделана вакцинация и попытаются перезапустить бизнес, я не думаю, что народ тянется тратить свои деньги в сферу обслуживания и побежит в магазины скупать вещи, которые, по большому счету, сейчас не нужны. Вот. То есть, весь следующий год, скорее всего, народ перейдет в режим такой экономии. Такой серьезной экономии. Уже не будет вот такой вот, как раньше, ажиотаж следовать моде, покупать новую модель телефона, покупать, менять машину по Trade-in и так далее. То есть, я думаю, что на ближайший год, как минимум, в Америке это будет режим экономия. Для кого даже режим жесткой экономии. Вот. Все по чесноку рассказываю. То есть, я думаю, ну, предполагаю, что если у нас такая ситуация непростая в стране, то в России и в других странах ситуация гораздо хуже. Гораздо хуже. И я не думаю, что вот в этом контексте, почему подвожу сейчас как раз к вопросу вот обещаниях Байдена. Да. К примеру, с Китаем он может помириться. Потому что Америке нужно дешевые китайские товары и придется как-то вот включить заднюю скорость и расшаркиваясь как-то вот. Вроде бы и не хочется извиняться перед Китаем, но с другой стороны нужно найти какое-то вот паритетное решение, чтобы всем это было нормально. То есть, а вот с Россией, да. То есть, на публике он продекларировал, что он ненавидит Россию так, что аж Курш не может такую неприязнь испытывать. Да, он собирается сделать послабление в миграционных законах. Кстати говоря, Трамп сейчас фактически полностью миграцию прекратил. Полностью дестабилизировал работу USCIS, этот орган, который занимается решением миграционных кейсов и так далее. Уволил сотрудников, уменьшил финансирование. То есть, работа и служба полностью парализована. Опять же, Россия и Америка обменялись взаимными консульскими ударами, позакрывали консульство, прекратили выдачу виз. То есть, патовая ситуация. И ухудшение ее никому не даст пользы. Ни Америки, ни России вообще. Это и сохранится. То есть, возможно, будет какое-то послабление. Вполне вероятно, что, может быть, консульство заработать в прежнем режиме. Но вот, что касается каких-то глобальных санкций, ну, маловероятно, мне кажется. Даже если они сейчас и предпримут что-то из того, что они продекларировали санкции из ада. Но это абсурд. Прилетает из России человек с деньгами в Америку, какой-нибудь олигарх, а ему говорят, Вася, ты знаешь, мы тебе не можем продать цены бумаги, облигации, вообще и дикты отсюда. Но это абсурдно, потому что не та сейчас ситуация в Америке, чтобы отказываться от денег, которые потенциально могут быть запущены в экономику. Вот. Вопрос в том, будут ли заморожены счета вот этих российских олигархов. Ну, вероятность есть. Почему не отжать деньги, когда они не твои? Вот такая тема может сработать. Падение нефти. Да, теоретически возможно, но у нас отрасль была в жопе весь 2020 год. Вот. Из-за того, что весь народ сидел на карантине, никуда не ездил. Нефтяные компании судобытки, им тоже не нужны дополнительные шоковые ситуации с дополнительным падением цен на нефть. Поэтому, я думаю, что все попытаются вот этот паритет, который сейчас есть, хотя бы вот этот баланс. Пусть он даже не такой хороший, но попытаются его сохранить. По крайней мере на текущий год. А когда уже немножко ситуация начнет выправляться, вот тогда уже начнут мериться пиписьками. А до этого, пока экономика хотя бы начнет работать, никто не будет предпринимать резких каких-то действий. Единственное, что мне интересна ситуация вот относительно эмиграции с исламскими странами. Байден продекларировал, что отменит ограничения, которые наложил Трамп на эмиграцию из стран, где люди настроены радикально по поводу ислама. А все мы смотрели СМИ. За последний месяц много чего произошло в Европе. Вот эти вот отрезания голов людям во Франции, в Германии, в Австрии. Это как бы заставит, по крайней мере, европейское правительство для себя задаться вопросом, стоит ли дальше играть в эту толерантность. Кстати, настоятельно рекомендую посмотреть мое старое видео, я его снимал три года назад, как раз по поводу вот этих вот двойных стандартов для эмигрантов из исламских стран. Это очень старое видео. Пересмотреть. Думаю, вам будет очень интересно посмотреть на те тезисы, которые я высказал, применительно к текущей ситуации. И вот что мы имеем сейчас. Проезды Европы вынуждены для себя срочно решать вопрос, что дальше делать. Играть дальше в толерантность или все-таки показать вот этим вот эмигрантам из исламских стран их реальное место, которое у них должно быть. И вот тут Америке тоже придется для себя этот выбор делать. Потому что если сделать вид, что ничего не было, это может вылиться в такие же точно проблемы в США. А тут толерантность, она как бы доходит до определенного момента. То есть, если грубо говоря начнут бошки здесь резать, вот, тут придется на уши поднимать сват спецназа и решать дело по жесткому достаточно. Вот. Тут в толерантность не будут играть вот до такого момента. Вот. И придется, то есть, Байдену этот вопрос для себя решить. То есть, что он хочет. Относительно российской эмиграции, ну, все знают, что в процентном отношении это капля в море. То есть, если будет раздача слонов и материализации духов, раздача бесплатных грин-карт, очень может быть, что людям из России тоже повезет сесть на паровозик, вот, что-то с этого получить. Но, в основном, это делается не для людей из стран СНГ. В основном, это делается для эмигрантов из Мексики и Южной Америки. Потому что это основной процент рабочей силы, на которую рассчитывает американская экономика. Условно бесплатной. То есть, я еще повторю, то есть, мало кто из американцев готов работать на мясоперелопадающих предприятиях, на позициях, где требуется тяжелый рабочий труд, где не готовы платить больше, чем один за двенадцать долларов за час. То есть, американцы очень крайне ленивые ребята и на этих позициях никогда работать не будут. Естественно, на этих позициях работают эмигранты. А учитывая, что поток их прекратился, соответственно, кому-то все-таки придется на этих позициях работать. Вот. Так что, вот такой вот у меня обзор. Даже если вирус будет побежден, еще раз повторяю, в 2021 году и будет сделана вакцинация, официально скажу, что эпидемия пошла на спад, я не думаю, что конкретно американская экономика резко пойдет наверх и у людей конкретно появятся деньги. Мои прогнозы крайне в этом отношении скептически. Я думаю, что все будет очень медленно и очень-очень медленно двигаться. Фактически, в 2020 год поставил такую разграничительную черту. Тот мир, который был до и мир, который будет после. И это наложит определенный отпечаток на стратегически планирование своей собственной жизни. То есть, мир уже не будет таким, как был до эпидемии. Те тенденции, которые для себя я предсказывал еще год назад, они как бы начали движение. То есть, закрытие границ, самоизоляция, ксенофобия и так далее и тому подобное. В следующие несколько лет эти тренды, они будут в топах. То есть, всеобщая глобализация и терпимость, она закончилась. Дальше будет обратный процесс. Все будут разбегаться друг от друга, закрывать границы и стараться к себе никому не пускать. То есть, мир будет совершенно другой. И в этом отношении, я думаю, и у людей меняются приоритеты на долгосрочное планирование перспектив своей персональной жизни. Если раньше люди планировали, к примеру, среднестатистический человек среднего класса, заработать денег, купить престижную модель машины, вовремя купить себе новый комплект одежды в соответствии с трендами этого года, не забыть отложить деньги на поездку на отдых на дорогой курорт, то теперь приоритет будет другой. постараться отъесть на той машине, которая есть и отложить деньги, желательно в наличной форме, угадав в какой валюте их держать под подушкой. Потому что это всего лишь первый вирус, который внес нам такой сокрушительный удар. Вполне вероятно, нас будут ждать и другие вирусы. Очень я думаю, что теперь все будут предвзято и настороженно относиться к поездкам в Азию. Особенно в Китай, Индокитайский регион. Очень настороженно, потому что все заразы обычно оттуда приходят. И как, например, Америка не верит сейчас во всеобщую организацию здравоохранения, я думаю, все сейчас будут очень пристально мониторить любые новости, связанные со вспышками каких-то заболеваний. И в случае там какого-нибудь резкого нового, новой какой-то резкой болячки, которая там может появиться в регионе, все резко будут опять закрывать свои границы этими странами. Вот, то есть о глобальных путешествиях по всему миру придется на какое-то время забыть. Возможно, даже на достаточно длительное время. Так что основной тренд – это выживание в новых условиях. Да здравствует новый чудный мир! Вот такие мои прогнозы. Соответственно, жду ваши комментарии, хочу услышать, что конкретно у вас происходит. Хорошего всем дня и постарайтесь не болеть. Продержимся! Субтитры сделал DimaTorzok